Макеевчанин Григорий Жемерекин насчитал только в центральной части города больше десятка недостроенных зданий. Среди них дома, магазины, развлекательные центры. Так они стоят мертвым грузом. Сколько средств уложено, а толку никакого. Пропадают. Там и небогато осталось. А где они-то выделялись? А где они делись? Этому дому больше 25 лет. Его начали возводить еще в советские времена. Тут планировали жилой комплекс для работников Макеевского шахтостроя. Однако в 90-х годах стройку заморозили. За два десятка лет здесь сменилось несколько владельцев. Последний обещал закончить высотку в 2013-м. Пока его слова остаются на бумаге, подчеркивает архитектор Владимир Криворот. Мы обращаемся по этому адресу в компанию логистик. Никакой информации по поводу, кто-то купил, продали, не продали. То есть нет. Ну, ведем работу, разыскиваем. Пока не знаю. Люди нуждаются в жилье. Я считаю, что нужно как-то решать этот вопрос. Сделать конкурс. Кто-то захочет, возьмет, достроит. Или люди сами соберутся, достроят и станут жильцами этого дома. Вполне возможно, такой метод. Еще один недострой расположен недалеко от Плехановской автостанции. Здесь планировали торгово-развлекательный центр. Работы начались в 2007 году. Возвели несколько этажей и каркас здания. Три года назад стройку остановили. Территория превратилась в сфалку. В архитектуре рассказали. Возобновить работы пообещали через полгода. Мы получили от них гарантийное письмо 9 месяцем 2012 года о том, что они на сегодняшний день приведут в порядок территорию, восстановят там завалившуюся заборку и где он там повалился. И в другом квартале 2013 года они возобновляют работы. В управлении архитектуры также отметили, что в следующем году в Макеевке откроется автосалон по улице Московской. Территорию под стройку здесь начали готовить несколько лет назад. Установили забор. Сейчас уже вырыли котлован и залили фундамент. Рабочие устанавливают опоры. Анна Прокудина, Роман Громняк, Владимир Ребриков, Панорама.